На Крымском мосту раздали около 6000 георгиевских ленточек. На Крымском мосту раздали около 6000 георгиевских ленточек. 16.42. РИА Новости. Максим Блинов. Георгиевская ленточка на куртке волонтера. В Москве стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости. Максим Блинов. Симферополь, 8 мая Новости. Около 6000 георгиевских ленточек раздали водителям и пассажирам, заезжающим на мост через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». В преддверии 9 мая водителям и пассажирам, заезжающим на Крымский мост, раздали 1900 метров георгиевской ленты. Акция прошла на стационарных постах ДПС со стороны Керчи и Тамани. Волонтеры и автоинспекторы вручили почти 6000 черно-оранжевых лент и рассказали, как правильно носить символ памяти о Великой Победе, говорится в сообщении. 25 апреля, 10.19. В МИА Россия сегодня дали старт акции «Георгиевская ленточка-2019». По словам Волонтера и Саранской Екатерины Королевой, уже в первый день акции раздали практически весь запас. Люди просили ленты для своих друзей и родственников. Многие делились с нами личными историями. В каждой семье кто-то воевал, в том числе здесь, где сейчас Крымский мост. В Керченском проливе шли страшные бои. Много людей погибло. На берегах до сих пор видны воронки от снарядов. Мы сохраним память об этом подвиге, сказала королева. Керченский и Таманский полуострова – зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. В целях безопасности строительства Крымского моста территорию проведения будущих работ – это 660 га – обследовали саперы в 2015 году. На суше и в акватории было обнаружено и обезврежено 710 взрывоопасных предметов, включая 14 фугасных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Акция «Георгиевская ленточка». РИА Новости – Александр Гальперин. Волонтеры начали раздавать оранжево-черные ленты «Стен Мия Россия сегодня», где в 2005 году зародилась эта традиция. 1 из 17. Волонтеры начали раздавать оранжево-черные ленты «Стен Мия Россия сегодня», где в 2005 году зародилась эта традиция. РИА Новости – Александр Гальперин. РИА Новости – Александр Гальперин. Акция «Георгиевская ленточка» выросла из исторического проекта «Наша победа». в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы. 2 из 17. Акция «Георгиевская ленточка» выросла из исторического проекта «Наша победа», в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы. РИА Новости, Александр Гальперин. РИА Новости, Александр Гальперин. Цель акции состояла в том, чтобы обозначить свое отношение к празднику Великой Победы и выразить благодарность фронтовикам. 3 из 17. Цель акции состояла в том, чтобы обозначить свое отношение к празднику Великой Победы и выразить благодарность фронтовикам. РИА Новости, Александр Гальперин. РИА Новости, Максим Блинов. Со временем акция стала не только всероссийской, но и международной. 4 из 17. Со временем акция стала не только всероссийской, но и международной. РИА Новости, Максим Блинов. РИА Новости, Максим Блинов. Георгиевская ленточка проходит ежегодно с 25 апреля по 9 мая 5 из 17 Георгиевская ленточка проходит ежегодно с 25 апреля по 9 мая РИА Новости Максим Блинов РИА Новости Максим Блинов В предстоящие две недели Георгиевская ленточка охватит более чем 90 стран мира 6 из 17 в предстоящие две недели Георгиевская ленточка охватит более чем 90 стран мира РИА Новости Максим Блинов. Рия Новости. Сергей Мамонтов. Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы. 7 из 17 миллионов людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы. Рия Новости. Сергей Мамонтов. Рия Новости. Максим Блинов. Георгиевская ленточка на куртке волонтера. 8 из 17. Георгиевская ленточка на куртке волонтера. Рия Новости. Максим Блинов. Рия Новости. Павел Лисицын. С 2014 года акцию проводят преемник информационного агентства Рия Новости МИА Россия сегодня. 9 из 17. С 2014 года акцию проводят преемник информационного агентства Рия Новости МИА Россия сегодня. Рия Новости. Павел Лисицын. Рия Новости. Павел Лисицын. Главный слаган акции Георгиевская ленточка. Я помню. Я горжусь. 10 из 17. Главный слаган акции Георгиевская ленточка. Я помню. Я горжусь. Рия Новости. Павел Лисицын. Рия Новости. Павел Лисицын. Георгиевская ленточка в Екатеринбурге. 11 из 17. Георгиевская ленточка в Екатеринбурге. Рия Новости. Павел Лисицын. Рия Новости. Александр Пирогис. В Петропавловске Камчатском волонтеры пронесли памятную ленту возле стелы город Воинской славы. 12 из 17. В Петропавловске Камчатском волонтеры пронесли памятную ленту возле стелы город Воинской славы. Рия Новости. Александр Пирогис. Рия Новости. Александр Пирогис. Волонтер раздает георгиевские ленточки в Петропавловске Камчатском. 13 из 17. Волонтер раздает георгиевские ленточки в Петропавловске Камчатском. РИА Новости, Александр Пирогис РИА Новости, Виталий Яньков, акция Георгиевская ленточка во Владивостоке. 14 из 17 акция Георгиевская ленточка во Владивостоке. РИА Новости, Виталий Яньков РИА Новости, Виталий Яньков, Георгиевская лента появилась при Екатерине и была частью высшей армейской награды Ордена Святого Георгия. 15 из 17 георгиевская лента появилась при Екатерине и была частью высшей армейской награды Ордена Святого Георгия. РИА Новости, Виталий Яньков РИА Новости, Виталий Яньков Сегодня лента знак памяти о Великой Отечественной войне. 16 из 17 сегодня лента знак памяти о Великой Отечественной войне. РИА Новости, Виталий Яньков РИА Новости, Виталий Яньков Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке 17 из 17 Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке РИА Новости, Виталий Яньков 1 из 17 Волонтеры начали раздавать оранжево-черные ленты с стен МИА «Россия сегодня», где в 2005 году зародилась эта традиция РИА Новости, Александр Гальперин 2 из 17 Ленточка выросла из исторического проекта «Наша Победа», в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы РИА Новости, Александр Гальперин 3 из 17 Цель акции состояла в том, чтобы обозначить свое отношение к празднику Великой Победы и выразить благодарность фронтовикам РИА Новости, Александр Гальперин 4 из 17 Со временем акция стала не только всероссийской, но и международной РИА Новости, Максим Блинов 5 из 17 Георгиевская ленточка проходит ежегодно с 25 апреля по 9 мая РИА Новости, Максим Блинов 6 из 17 В предстоящие две недели Георгиевская ленточка охватит более чем 90 стран мира РИА Новости, Максим Блинов 7 из 17 Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы РИА Новости, Сергей Мамонтов 8 из 17 Георгиевская ленточка на куртке волонтера РИА Новости, Максим Блинов 9 из 17 С 2014 года акцию проводит преемник информационного агентства РИА Новости МИА Россия сегодня РИА Новости, Павел Лисицин 10 из 17 Главный слаган акции Георгиевская ленточка Я помню Я горжусь РИА Новости, Павел Лисицин 11 из 17 Георгиевская ленточка В Екатеринбурге РИА Новости, Павел Лисицин 12 из 17 В Петропавловске Камчатском волонтеры пронесли памятную ленту возле стелы город воинской славы РИА Новости, Александр Пирогиз 13 из 17 Волонтер раздает георгиевские ленточки в Петропавловске Камчатском РИА Новости, Александр Пирогиз 14 из 17 Акция Георгиевская ленточка Во Владивостоке РИА Новости, Виталий Яньков 15 из 17 Георгиевская лента появилась при Екатерине И была частью высшей армейской награды ордена Святого Георгия РИА Новости, Виталий Яньков 16 из 17 Сегодня лента знак памяти о Великой Отечественной войне РИА Новости, Виталий Яньков 17 из 17 Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке РИА Новости, Виталий Яньков